прям подписчикам и гостям я джетли и сегодня я расскажу вам немножко моей жизни знакомьтесь это мое тело в разработке а этот шар это энергия это я мой разум и моя сущность когда разум и сущность входят в тело рождается человек ну или не совсем человек когда-то ко мне пришли еще кошечки когда я родилась у меня был небольшой хвост и кисточки на ушах простите что я отбиваюсь вот о чем я и говорю когда энергия входит в тело рождается существо также родилась и я когда я была маленькая родители проводили со мной очень мало времени в основном потому что нужно было работать и меня оставляли на бабушку и на кошку которая впоследствии почти заменила мне мать возможно именно из-за этого я так люблю кошек она меня охраняла она учила меня охотиться она играла со мной и мурлыкала чтобы убавить когда мне снились кошмары она приходила ко мне и орала я просыпалась и тоже орала в возрасте когда нужно было идти в детский сад я пошла в детский сад проблема была только в том что я изначально стала изгоем и у меня не было друзей была парочка парочка знакомых и одна из них стала мне лучшим другом и она до сих пор мой лучший друг да я ненавидела быть ребенком пять лет я сидела под столом и думала перерезать ли себе вены но потом я подумала что жизнь она достаточно интересная и наверное я все таки хочу жить наверное все таки проживу это все а все почему потому что бабушка мне в 6 лет она у меня где-то в 4-5 лет сказала что дети которые умирают до 6 лет попадают в рай ой ребятки не слушайте не слушайте своих бабушек когда они говорят такое не слушайте никого когда они пытаются склонить вас к суициду жизнь интересненькая и почти все почти все что нам выпадает можно пережить вот и у нас у всех хватит сил если мы только не зажокимся и не скажем себе что мы неначные твари которые не способны ни на что каждый человек способен на очень многое и в меня верили правда совсем немножко мы верили и я верю вас вот это анечка я знаю что я уже опоздала но анечки именно анечки стали мне состры одна с одной я познакомилась в деревне а с другой в детском саду и вот какое-то время я еще ходила на балет возможно из-за этого у меня проблемы с суставами и вегетососудистой дистонии я не знаю честно я не знаю я просто хочу поделиться с вами чтобы вы узнали обо мне чуть больше потому что если у человека знают мало его начинают осуждать обсуждать и какой-то степени ненавидеть два лет пять лет это все что я смогла выдержать потому что потом у меня не хватило времени начали опыта суставы вот и было очень-очень больно в школе я тоже была изгоем таким изгоем что со мной фактически никто не хотел общаться и когда я пыталась что-то сделать это поворачивалась против меня я всегда была замкнутой не знаю почему возможно из-за того что была изгоем учила латынь писала стихи меня унижали да и я была не особо таки красивым человеком у меня были прыщи насчет лишнего веса не скажу потому что в 2010 году у меня была анорксия с которой которая была вызвана унижаемой любовью с которой я потом справилась потом началась булиния и все подобное в общем это ну такое такое себе увлечение в школе и везде ну я всегда ходила на разные крючки и у меня были очень большие нагрузки особенно как сказать в моральном плане у меня появились галлюцинации слуховые визуальные тактильные меня постоянно таскали по врачам но это было не из-за того что я много болела и из-за того что у меня болели суставы ломались руки и все прочее и это было не очень здорово примерно в пятом классе я открыли свои длинные волосы которые доходили мне почти до задницы и решила что мне пойдет каре и я хочу каре и черные волосы друзей я не выбирала окружение тоже а все почему потому что я была рада абсолютно любым людям которые хотели со мной общаться потому что очень очень слишком много для меня людей которые не хотели со мной общаться и никто никто меня не любил и что я жива до сих пор если вас никто не любит потом все изменится кто-нибудь вас удивительно полюбит в семье у меня было насилие меня избивал брат за плохие оценки меня мазь била батоном творога мам сарян я знаю что ты это смотришь но я рассказываю все как есть все как я чувствую хохи меня взрывали и я очень много дралась хе-хе-хе ну и что и что Наверное, тогда у меня что-то зародилось такое ненормальное, плохая компания, да, ну, курили, воровали в магазинах, пили, и это было ужасно. Честно, я и не хотела всего этого, но что только ты не сделаешь, чтобы к тебе относились нормально. И я не хотела возвращаться домой, потому что дома на меня кричали, на меня заставляли что-то делать, что мне не нравилось, и, в общем, куда угодно, ну, не домой, только не домой. И последние, последние годы, которые я проводила в школе, я, грубо говоря, просто ходила по всяким квартирникам, там напивалась, читала стихи, спала в шкафу, говорила, что я лезвиянка. Только там меня слышали, только там можно было отдохнуть. И все, и все. Потому что везде меня запекали рот. Отдайте мне жизнь. И благодаря вам, и благодаря тому, что я имею сейчас, я наконец-то живу, правда живу, почти полную жизнь, но все еще впереди, я верю. Из дома я переехала в общагу, когда поступила в институт. Но и в общежитии, и в институте это мне было, если честно, еще хуже, чем дома. Почему так, я не знаю. Просто люди, люди, которые меня не хотели принимать, воспринимать, они хотели меня под себя поднять. И знаете, что я сделала? Я сняла квартиру. В городе, который был рядом, рядом с моим институтом, и занялась ютубом. Спасибо, что вы со мной. Мне правда, правда очень, очень нравится то, что вы здесь. То, что вы здесь, то, что вы разговариваете со мной, то, что вы мне пишете, то, что вы меня поддерживаете. У меня никогда этого не было. И вот сейчас оно появляет. Это же так прекрасно. Я влюблена. Просто влюблена. Не разбивайте ими сердце. Потому что оно только для вас. Спасибо. 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 Спасибо.